МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В России во время пандемии активизировались мошенники. Режим самоизоляции сыграл злоумышленникам на руку. Появились новые схемы обмана. Так сейчас они стали ходить по домам и представляться волонтерами. Тему продолжим с Шакер Беликовой, региональным координатором Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». Шакер, добрый вечер. Расскажите, сколько сегодня волонтеров в Тюменской области и насколько их стало больше в период пандемии? Добрый вечер. На данный момент более 500 волонтеров сейчас находятся в Тюменской области. Конечно же, это чуть меньше, чем в прошлый период, но количество волонтеров постоянно растет, движет, конечно же, желание помогать сострадание, сочувствие ближним и добро, которое несут волонтеры. Много ли работы у наших волонтеров? Чем они вообще занимаются? Какая у них занятость? В определенные часы или когда нужна помощь, тогда и сорвались, поехали. Расскажите немного о форматах вашей работы. Как устроен график? Конечно же, форматы разные работы. Если говорим о соседском волонтерстве, то это тогда, когда действительно нужна помощь по количеству заявок, по самой заявке, по срочности ее. Все зависит от самой заявки. Как только появляется заявка, мы просим о помощи волонтера. А если это помощь в поликлиниках, помощь в колл-центрах, то это, конечно, определенный график у волонтера, конечно же, есть. Многим ли уже помогли с начала акции «Мы вместе»? Ну и больше всего, какие категории граждан нуждаются в волонтерской помощи? Сейчас мы, конечно же, помогаем многим. Количество заявок постоянно растет. Сначала их было не так много. Сейчас более 10-15 заявок в день. Конечно, в основном это пожилые и маломобильные граждане, которым действительно необходима помощь. Одинокие, у которых нет родственников, ближайших родственников, которые могут помочь. В основном это такая категория. Ну и, конечно же, если говорить о поликлиниках, то это помощь врачам и помощь пациентам. В инфекционные моногоспитали направлялись наши волонтеры-медики? На данный момент пока волонтеров-медиков в инфекционных моногоспиталях нет. Работают там, конечно же, студенты и ординаторы, которые трудоустроены на определенную ставку и помогают врачам уже как медицинские сестры, санитары и помощники врачей. А как вообще формируется база тех, кому необходима ваша помощь? Как жителю самому сделать заявку, если ему понадобилась помощь волонтера? Ну, к примеру, посадили на самоизоляцию, даже продукты купить, просто принести некому? Ну, для того, чтобы оставить заявку, необходимо позвонить по одному из номеров, это федеральный номер или региональный номер. Региональный номер 8800-201-4141. И при составлении заявки можно и нужно указать список продуктов, список необходимого, и, конечно же, можно помимо самого списка добавить замену, для того, чтобы волонтер знал, что можно купить, если нет необходимого продукта взамен. И, кроме того, волонтеры наши имеют обратный номер для связи, они всегда перезванивают к заявителям и уточняют все необходимое. Ну, вот в других регионах уже не раз бывали случаи, когда мошенники представлялись волонтерами, особенно они участились в период самоизоляции. Сейчас у нас некоторые жители тоже должны сидеть по домам. Вот как отличить волонтера от мошенника? Давайте начнем с внешнего вида. У волонтера наверняка есть какая-то спецодежда? Отличительный признак. У нас есть спецодежда нескольких организаций добровольческих. Это, конечно же, спецодежда волонтеров-медиков. У нас их несколько видов. Это ветровка красная с белым логотипом волонтера-медики. Это манишки белокрасные, тоже с логотипом волонтера-медики. Толстовки красные с белыми вставками, а также волонтеры-медики. Куртки ОНФ, молодежки ОНФ. Они жилетки или куртка синего цвета со снегирем, сидящим на веточке. Могли бы видеть. И, конечно же, это куртки добровольца Тюменской области. А вот может ли волонтер попроситься в квартиру? Ну, к примеру, в уборную. Чего ему вообще делать категорически нельзя? Смотрите, в первую очередь волонтеры никогда не заходят в квартиру к заявителю. Это первое. Поэтому волонтер не может попроситься зайти в квартиру, посмотреть квартиру и сходить в туалет. Особенно, если это оформление какой-то заявки. Передача продуктового набора, покупка лекарственных средств и чего-то подобного. Если это не касается соседского волонтерства, когда помощь именно пожилому или маломобильному в самой квартире. Поэтому, для того, чтобы точно знать, волонтер это или нет, помимо формы, имеется еще и бейдж. У волонтера красный, бело-желтого, оранжевого цвета. На нем указан номер федеральный 8 499 3 9 7 7 9 16. Набрав его, можно уточнить фамилию, имя, отчество волонтера, если он в федеральной базе. Кроме того, если вам звонит человек, представляется волонтером, вы имеете полное право уточнить у него номер заявки. И, конечно же, список необходимых продуктов, которые должен был закупить волонтер и который оставил заведитель. Это обязательно можно сделать. И волонтер всегда знает номер заявки и список продуктов. У него всегда на руках есть определенный талон, в котором указано это все. И строго-настрого волонтерам запрещено заходить в дом. В принципе, это в рамках именно эпидемиологической безопасности. Ну да, в принципе, очень простые правила. Спасибо. О работе тюменских волонтеров мы говорили с региональным координатором Всероссийского общественного движения, волонтером-медики Шакер Беликовой. Итак, еще раз проговорим. Добровольцы всегда отличают специальная форма. Это может быть куртка или жилет, на котором написано «волонтер», «волонтер-доброволец», «волонтер-медик», акция «Мы вместе» или «Доброволец-72». И, конечно, оранжевый бейдж с телефонами горячих линий. При себе доброволец имеет бланк заявки с его уникальным номером. Вот у нас форма, чтобы волонтеры, чтобы пенсионеры не переживали, что это какой-то посторонний человек. Также связь с вами индивидуальная защита, чтобы в данной ситуации, чтобы минимизировать риск заражения. Мошенники – это, конечно, очень активные, деятельные люди. Их бы энергию да в мирное русло. Они все время придумывают новые схемы, потому что, как старые, перестают работать. Тем не менее, есть основные виды мошенничеств, которых надо помнить. Вот как выглядит этот антирейтинг. Прочно закрепили лидерские позиции звонки якобы из банков. Человеку сообщают, что у него возникли проблемы со счетом, или же на него собираются оформить кредит. Мошенники давят на страх и заставляют все делать быстро. Сказать пароли из СМС, данные банковской карты – настоящий сотрудник банка. Этого не спросит никогда. На втором месте в антирейтинге объявление о продаже в интернете. Злоумышленники могут выступать как в роли продавцов, так и покупателей. Не переводите деньги, пока не получили товар. И не сообщайте никаких данных потенциальному покупателю. На третьем месте уже старая, но все еще рабочая схема. СМС незнакомого номера. «Мама, я попал в ДТП, срочно переведи деньги». Мошенники играют на эмоциях, поддаваться нельзя. Продолжают обманывать людей и в социальных сетях. Взламывают странички пользователей. Если вы не общались со знакомым много лет, и он вдруг просит дать ему взаймы, это подозрительно. Насторожить должны объявления о срочном сборе денег для мамы или другого родственника, который попал в беду. Замыкают антирейтинг псевдовыигрышей и различные обещания о выплатах и компенсациях. Всегда перепроверяйте информацию о компетентных источниках. Ну вот вообще в Тюменской области растет число телефонных мошенничеств. Сейчас их зарегистрировано вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года на 1142 случая. Кроме того, антирекорд поставлен и по числу краш из банковских карт. На сегодня зафиксировано почти 2000. В прошлом году их было на 726 меньше. Полиция напоминает, сейчас как никогда важно быть бдительным. Уважаемые граждане, полиция Тюменской области вновь напоминает вам о том, что необходимо быть бдительным. Не совершайте сомнительных операций. Не передавайте никому персональные данные банковской карты, тем более код, расположенный на обратной ее стороне. При необходимости всегда можно уточнить информацию по телефону, указанному на обратной стороне вашей банковской карты. Берегите себя и своих близких. А сейчас к нам присоединяется эксперт по кибербезопасности на связи из Москвы Арсений Щельцин, агент-директор цифровых платформ. Добрый вечер, Арсений. Кто виноват в утечке данных? Хакеры или вообще все наши персональные данные уже в открытом доступе и все разговоры о защищенности только разговоры? Что скажете по этому поводу? Арсений? Ну, то есть в первую очередь, конечно, распространяют не хакеры, а просто люди, которые обладают этими данными. Во вторую очередь, конечно, да, есть и хакеры, но их доля небольшая. И, соответственно, есть доля, так скажем, не то чтобы хакеров, а людей, которые нарушают закон, которые, соответственно, могут с работы своей взять базу данных или могут у каких-то своих знакомых эту базу данных забрать. И, конечно, доля таких людей тоже есть. И в этом случае нужно писать в правоохранительные органы. А вот какие личные данные человека могут узнать мошенники по номеру его телефона? Ну, по большому счету, все данные о человеке можно узнать по номеру телефона. К сожалению, до сих пор есть специальные люди у разных хакеров или мошенников, которые имеют возможность добыть паспортные данные, которые были указаны при регистрации сим-карты. И за счет этих паспортных данных можно определить, можно получить доступ к бесплатным и открытым базам данных государственным, которые используются, как правило, для проверки работника, для проверки, соответственно, истории банковской человека, насколько он кредитоспособен. Проверки истории относительно долгов по налогам или каким-то иным моментам через базу судебных приставов, проверку наличия судимости, судов, выигрышей, проигрышей и так далее. То есть, по сути, можно получить доступ в бесплатные базы, в том числе проверить, соответственно, наличие недвижимости у гражданина или наличие автомобиля и, возможно, какие-то дополнительные платные. Конечно, нужно стараться не открывать свои паспортные данные, но чтобы получить такой доступ, это, конечно, нужно хакерам несколько больше шагов пройти, чем просто получить данные для одного звонка. А вот какую роль здесь может сыграть использование электронных паспортов вместо бумажных? В чем вообще преимущество цифровых именно документов? Ну, проблема бумажных документов и вообще, так скажем, аналоговых документов, это в том, что они абсолютно не сохраняют историю своего применения. То есть, если мы возьмем паспорт перед собой и посмотрим на него внимательно, мы вряд ли получим информацию, когда и где он применялся, где он записан, соответственно, когда к нашему паспорту кто-то обращался, чтобы удостовериться, что это актуальные данные, а мы не получали новый паспорт и так далее, то мы ничего, кроме фотографий и цифр, ничего не получим. А электронный паспорт, электронный ИНН или СНИЛС он вполне может иметь, во-первых, динамический идентификатор, который не сможет переписать мошенник на бумажку или откопировать на сканере и так далее. И плюс он будет иметь всю историю обращения к себе. То есть, если вы где-то в отеле оставили свой паспорт, где были, допустим, один день, один-два дня и 20 лет про этот отель не вспоминали, если этот отель захочет воспользоваться вашими паспортными данными, то вы об этом узнаете через госуслуги или другую государственную информационную систему. И вы запросите у соответственного отеля вообще легальность такого запроса. А может быть, даже и запросить он не сможет, потому что будут определенные лимиты, допустим, обработка данных в течение одного-пяти лет. И все будет гораздо прозрачно. И если у нас есть электронный паспорт, то могут быть и другие электронные документы, которые также имеют динамическую историю применения и так далее. Ну вот что касается бумажных паспортов, вы рекомендуете менять себе паспорт раз в несколько лет. Но ведь вот утечка персональных данных – это не повод для замены документа. На каком тогда основании это делать? Что сказать? Потерял? Или какую-то другую причину привести? Ну да, наверное, это, конечно, не самый лучший совет. Почему? Потому что самый, наверное, идеальный мир для государства и для граждан – это когда просто идет хорошая работа по сохранности наших данных. Но проблема в том, что многие случаи нельзя расследовать, пока они не попадают в публичную плоскость. А в публичную плоскость они попадают только тогда, когда гражданин пишет заявление. Но, как правило, гражданин пишет заявление только в самых крайних случаях, когда он теряет квартиру, недвижимость или когда он получает кредиты на много сотен тысяч рублей в разных банках и так далее. А в обычных случаях граждане никогда, никогда не обращаются, ну почти никогда, в прохранительные органы. Соответственно, службы не начинают проверку по обработке персональных данных и так далее. И таким образом мы имеем круг, так скажем, проблемных тем, которые не решаются, потому что их просто невозможно вычислить. Если этот сотрудник в отеле, в котором вы давно были, он нарушает закон или не нарушает закон, мы не знаем, пока вам не придет кредит. И, соответственно, в связи с этим, чтобы снизить риск таких случаев, можно, как вариант, да, менять паспорт в течение нескольких лет. Допустим, четырех. Это будет облагаться штрафом за утерю документа предыдущего. И, соответственно, но зато вы получите новые идентификаторы. И на старый паспорт уже нельзя будет взять кредит. Вот. Или, соответственно, сделать электронную цифровую подпись, которая, с помощью которой можно будет какую-то иную недвижимость у гражданина украсть. Ну и так далее. Вот сегодня можно взломать любую систему, начать слежку через компьютеры, телефоны. Вот как понять, шпионят за нами или нет? Какие здесь вот простые советы? Здесь рекомендация, на самом деле, простая. На мой взгляд, лучше не думать о том, как понять, шпионят ли за мной или нет в данный момент. А лучше думать о том, не делаю ли я того, что может попасть в сеть или в руки мошенников. Потому что, по большому счету, все за всем шпионит. То есть любой гаджет, в котором есть микрофон, в котором есть, соответственно, передача связи, любой гаджет такой может шпионить. То есть некоторое время назад наши специальные службы выяснили о том, что в чайниках находятся закладки, которые позволяют передавать информацию с микрофоном. То есть, ну, о чем дальше говорить? А суперсовременные гаджеты типа телефона, смарт-ТВ или умные колонки надеются о том, что они не передают информацию. И эту информацию кто-то нехороший, соответственно, точно не будет использовать. Ну, это розовые очки. И поэтому лучше сразу наверняка не делать того, что не должны знать мошенники от сообщения какой-то конфиденциальной информации в присутствии своих гаджетов и других аппаратов до, возможно, иных каких-то моментов. Спасибо. На связи из Москвы был Арсений Щельцин, гендиректор цифровых платформ. На этом у нас все. Завтра в это же время мои коллеги обсудят другие актуальные темы. Это была программа «Вечерний хэштег». Меня зовут Игорь Канев. Всего доброго и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин